Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня будет важная тема про прыщи, акне, угри. Причины их появления и как устранить их навсегда. Вы узнаете, от чего же они бывают, поймете все причины и условия их образования и что же нужно делать, чтобы побороть их навсегда. Хотите от них избавиться и не допустить их вновь? Тогда слушайте внимательно и поймите главное, что нужно устранять не последствия, а именно причины и первопричины их появления. Акне или прыщи это хронические воспалительные кожные заболевания, которые возникают вследствие блокады волосяных фолликул, вследствие отмирания клеток эпидермиса, гиперфункции клеток сальных желез и избыточного количества самого кожного сала. Как правило, бывают прыщи на лице, ну и плечах, у некоторых людей еще на спине. Помните, что это все воспаление волосяных фолликул, и вот нужно бороться именно с причинами, а каковы причины этих воспалений, сейчас вы об этом и узнаете. Но вообще акне бывают воспалительные и невоспалительные. Невоспалительные акне это комедоны. Они бывают двух типов. Открытые, это когда черные такие точки на коже лица обычно, и закрытого типа это белые точки. А воспалительные акне это пустулы, папулы и узлы. Каковы же факторы и условия образования прыщей? Ну, во-первых, это избыточная продукция кератиноцитов. При этом кожного сала много, оно густеет, и образуются комедоны, твердые сгустки кожного сала. Происходит закупорка сальных желез. Ну, а потом происходят воспалительные процессы следствия бактериального поражения и действия их продуктов метаболизма. Отдельно нужно подчеркнуть про избыточное выделение кожного сала. Сальными железами волосяных фолликул. Тогда просто забиваются поры и нарушаются обменные процессы в определенных участках кожи. Следующий фактор, а они все между собой связаны, это когда пропионовые бактерии, которые обитают на коже, и они необходимы нам, попадают в сальные железы. Они начинают активно размножаться, питаться салом, выделять продукты своего метаболизма, которые также воздействуют и вызывают воспалительные процессы. Возникают прыщи также из-за выдергивания волосков. Ну и попадание туда естественной инфекции. Поэтому выдергиваете волоски, обрабатываете хотя бы спиртом. Или перекисью водорода, точечно ушной ватной палочкой. Безусловно, второстепенными причинами могут быть пищевые аллергии, чувствительность к определенным химическим веществам. Ну и, конечно, к некоторым продуктам, особенно тем, которые содержат гормоны. И в первую очередь это к продуктам животного происхождения. Стресс это фактор, который усиливает другие причины. Очень важная причина, и часто это недостаток витамина А. В синтетическом виде его категорически принимать не нужно, очень много побочных действий. Помните, что синдром раздраженного перфорированного кишечника, о котором у меня было видео, провоцирует в том числе дефицит витамина А. А его недостаток приводит к развитию акне. Очень важный фактор – это дефицит цинка. Помните, кто ест много сладкого, вообще быстрые углеводы приводят к дефициту цинка. А цинк – важнейший микроэлемент, который нормализует работу сальных желез и очень многие функции организма иного рода. Посмотрите мое видео о цинке непременно потом. Ссылка будет в описании. Еще один фактор важнейший – это различные гельминты, ленточные, круглые, плоские черви. О них есть у меня видео, очень важное, коротенькое, вот это. Любому человеку два раза в год нужно проходить антипаразитарные программы, ведь наличие паразитов усугубляют и развивают очень многие заболевания. Ну и в том числе, как следствие, провоцируют возникновение прыщей. Существуют и другие причины, и вот эти важные подсказки, советы, слушайте далее. Чем выше у отдельно взятого человека выработка кожного сала, тем больше вероятность возникновения прыщей. Если у человека кожа сухая, то прыщей мало либо их нет вовсе. Избыточное количество кожного сала часто зависит и от гормонов, от их избыточного количества, особенно у подростков. Поговорим сейчас и об этом. Повышение некоторых половых гормонов провоцирует гиперфункции сальных желез. Вырабатывается большее количество кожного сала, а это провоцирует образование прыщей, то есть приводит к воспалению участков кожи. Повышенное количество кожного сала, в свою очередь, провоцирует рост бактерий, ну а эти бактерии, в свою очередь, провоцируют рост прыщей. Происходит как бы двойной замкнутый круг Ведь кожное сало это пища для определенных видов бактерий Есть такая проблема, как повышенный тестостерон и эстрогены Часто у женщин бывают повышенные андрогены И это тоже очень важный фактор Почему же бывают повышенные андрогены? Разные факторы Часто это поликистоз яичников И безусловно нужно провериться Также причинами могут быть недостатки многих важных питательных веществ Витамина В3, В5, цинка, витамина А Также нужно проверить, сдать анализы Нет ли повышенного уровня названных мною гормонов При повышенном количестве сахара в крови Происходит дисбаланс гормональный И поэтому важнейшим фактором Убирающим первопричины является Уменьшение количества употребления сахара Быстрых сахаров с пищей Нужно наладить уровень инсулина в крови Не допускать повышенных количеств Повышенный эстроген также часто вызывает акне Из-за проблем с печенью Не забывайте, дорогие товарищи, что у меня есть второй канал Жизнь на земле И если кому-то будет это интересно Подписывайтесь на него Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях В моё хозяйство в Пушкинских горах Ссылка будет в описании под этим видео И ещё одно маленькое объявление моё Я продаю заповедник Ну, скажем, я так называю территорию Это порядка 200 гектар Находящихся в Псковской области С двумя озёрами ледникового происхождения Уникальная, красивейшая территория Находящаяся в окружении других озёр Это русская Карелия Среднерусская, так называют её Уникальные земли Огромные перспективы, возможности Ну, а кто захочет Ссылочка на маленькое данное видео И текстовую информацию будет Под этим видео в описании Продаю заповедник И последнее, потому что это не все знают На ярмарке мы больше никакие не ездим И наши товары не вывозим Поэтому, дорогие друзья, всё заказывайте Только на нашем единственном официальном сайте Надгард.ру И вся информация, которая указана на сайте Точная А там, если что, есть Переход на второй наш сайт Такие проблемы, как жирная печень Гепатиты Фиброз, цирроз И другие проблемы с печенью Вызывают дисфункции печени В том числе ослабление одной из Многочисленных функций печени Это избавление организма От чрезмерных количеств гормона эстрогена Ухудшают эти и другие важные функции печени Антибиотики и алкоголь Лекарства от изжоги Гипотензивные препараты от повышенного давления Всегда используйте только седативные Как это делали, всегда Послушайте, о чем говорил Академик Ланг Основоположник учения об артериальной гипертензии В моем видео Гипертония, часть 2 Так вот, выше приведенные проблемы с печенью Провоцируют избыточную выработку эстрогенов И ухудшение работы печени По избавлению организма от излишнего количества эстрогенов Обеспечьте обязательно здоровое питание для печени В первую очередь А это все крестоцветные Разные виды капуст И в первую очередь брокколи Что же еще? На возникновение акны Очень сильно влияют гормон роста И инсулиноподобный фактор роста Кстати, есть прямая взаимосвязь между Высоким количеством инсулина в крови И высоким уровнем андрогенов Обязательно проверьте свой сахар И в этом смысле Здоровая и временная кетодиета Посмотрите мое видео Правильная кетодиета Веганское кетопитание Может выправить вашу ситуацию Комплексные методики всех тех мер О которых я сейчас говорю Очень вредны химические средства для волос Используйте только натуральные шампуни и мыла Посмотрите мое видео о волосах Вот это Влияют на образование прыщей Также анаболические стероиды И у спортсменов, которые принимают эти стероиды Часто много прыщей Несмотря на очень хорошую работу Выделительных систем Влияют на образование прыщей Также психотропные препараты И продукты с высоким содержанием йода и лития Так какие же комплексные меры важны? Давайте подведем итог Обязательно принимайте цинк Обязательно принимайте витамин А Витамин А в безопасном чистом виде Есть, например, в перге Я очень советую потреблять пергу Как ее потреблять И для каких задач, целей Функция организма перга полезна Посмотрите обязательно под этим товаром у нас на сайте Там есть очень подробное изложение данной темы Потребляйте диатомит Органический кремний Как правило, дефицит кремний у всех А он очень важен в том числе для здоровой кожи, волос, ногтей Очень советую умываться шунгитовой водой Для этого возьмите шунгит Качественный, натуральный Он содержит огромное количество фуллеренов Это мощнейшие природные антиоксиданты А также они являются противовоспалительными средствами хорошими Килограмм шунгитовой крошки нужно настоять в трехлитровой банке с водой В течение пяти дней И потом умываться ей После любых процедур с кожей Я советую несколько раз в день умываться шунгитовой водой И конечно же ее стоит пить А еще лучше Настоянную на шунгите воду Наливать вот в персональные генераторы водорода и свободных электронов А лучший из них, конечно же, это Аквапен Генерировать и пить эту воду Которая будет насыщена еще и Избыточным количеством молекул водорода И свободными электронами Если захотите, видео подробно посмотрите на эту тему Потребляйте на ночь калиновую белую глину Она является мощнейшим сорбентом И рекомендации даны под этим товаром на нашем сайте Увидите в описании по ссылочке Дорогие друзья, пройдите антипаразитарную программу Другие меры принимаются параллельно Вместе с прохождением антипаразитарной программы Поймите, что антипаразитарная программа Не только убирает из организма гельминтов То есть глистов Но она еще является гепатопротекторным средством мощнейшим То есть укрепляющим и восстанавливающим клетки печени гепатоциты А здоровая печень это еще и здоровая кожа Программа эта рассчитана всего лишь на один месяц На второй месяц я рекомендую пройти программу с грибом дождевик Это комплекс из трех грибных препаратов Подробно вы можете посмотреть, как это делается в моем видео гриб дождевик Т8 экстра Очень желательно применять в период лечения и избавления от прыщей Биокедр желательно, но не обязательно Дегидрокварцетин принимать очень желательно Корень крапивы очень важный компонент Желательно его применять Наружное применение это крем-боровичок или крем-чага Кому-то помогает больше один, кому-то другой Можете пробовать и наносить его три раза в день По переменам Неделю один крем, неделю другой Лечебное очистительное голодание Если оно проходит верно Если его проводить после антипаразитарной программы Оно восстанавливает работу кишечника Очищает организм И как следствие убирает прыщи В том числе Как правильно проходить это голодание И какие очистительные процедуры При прохождении этой программы Стоит применять Это вы узнаете из моей лекции Очищение и голодание Непременно ее посмотрите Цинк вы можете приобрести в аптеке Лучшая форма для усвоения Это пиколина цинка Можно приобрести, если захотите, в коралловом клубе Он там высокого качества Ешьте больше крестоцветных Разные виды капуст, зелени Очень важный момент Это брокколи Посмотрите мое видео про брокколи Учтите там главный мой совет Я советую вам проращивать семена брокколи До состояния микрозелени И состригая вот эту микрозелень Потребляйте ее в пищу Как, в каком количестве Там все досконально изложено И это будет важным фактором в борьбе с прыщами А также укрепление организма иммунитета в целом Трудно переоценить значимость проростков брокколи У кого есть прыщи, я советую дополнительно принимать витамин В3 В виде неоциамиды Или потреблять спирулину и хлореллу Там содержится достаточное количество витамина И В1, и В3, и В5 Что называется в одном флаконе Итак, чтобы избавиться от прыщей И не допустить их вновь Нужно учесть то, что я сказал Нужно убрать причины То есть уменьшить продукцию кожного сала Обеспечить организм питательными веществами И специфическими веществами Которые влияют на уменьшение воспалительных процессов Гигиена кожи, безусловно Как и гигиена всего организма, важны Нечастое слущивание старой кожи Что важно, натуральными средствами Будет только на пользу Есть медицинские химические средства Которые условно применять можно В тяжелых ситуациях При серьезных воспалениях Например, угресол или аналоги То есть те мази и кремы Которые способствуют при их нанесении Высвобождению перекиси водорода А можно купить просто в аптеке Перекись водорода и ушной ватной палочки Точечно наносить на прыщи Увлажнять их два-три раза в день Перекисью Перекись растворяет сальную пробку И соответственно налаживаются обменные и выделительные процессы Ну, также перекись является противомикробным средством И если вы захотите применять ее То советую после нанесения перекиси Минут через пять Пользоваться кремом боровичок Или кремом чага О которых я уже говорил Дорогие друзья Для того, чтобы наверняка На сто процентов избавиться от прыщей Учтите еще и то, что сахар Высокое количество углеводов Быстрых углеводов пищи Будет препятствовать в борьбе с акне Поэтому убирайте из рациона питания Все сладкое, даже натуральное Хотя бы на пару месяцев Обязательно, кто еще это потребляет Уберите из рациона питания Молочные так называемые продукты Часто бывает так, что люди убирают молочные продукты И прыщи только по этой причине проходят Молочные продукты Особенно содержащие высокое количество белка Казеина молочного А именно сыр, творог и молоко Я не имею ввиду сливочное масло и сметану Эти продукты провоцируют Образование излишнего количества кожного сала И провоцируют образование прыщей Всю кожу и часто Не нужно намазывать агрессивными антисептическими средствами Это тоже защитная среда нашего организма Поэтому положительно всегда точечное применение Антибиотики, дорогие друзья, не используйте Они, конечно, временно помогают Но потом те патогенные бактерии Адаптируются к этим антибиотикам И берут верх над организмом еще больше А новые антибиотики уже не действуют Если вы пойдете к дерматологу Найдите заранее по интернету Информацию об этом специалисте, о клинике Чтобы удостовериться, что это действительно Опытный и ответственный специалист Который изучит и всесторонне Вникнет именно в вашу ситуацию Назначит нужное исследование И правильно поймет комплекс причин Но таких специалистов мало А теперь и вы отчасти являетесь специалистами И в 99% случаях Применяя те рекомендации, которые я вам уже дал Сможете избавиться от акне наверняка Теперь вы все знаете о причинах, первопричинах И о том, что же нужно делать Помните, что проявления на коже Это показатели внутренних процессов и проблем Каких разных? О большинстве из них я вам сегодня сказал О самых распространенных Ну и конечно, поддержите мой канал И мой немалый труд Поставьте лайк за это видео Подписывайтесь на мой канал Кто этого еще не сделал Ну и делитесь, конечно, ссылками на мое это видео И другие мои видео Со своими друзьями и близкими В соцсетях обязательно Оставляйте свои комментарии Ведь именно они продвигают видео Не ленитесь этого сделать Хотя бы пару слов напишите под этим видео Ведь эта информация и мой труд Это по сути ведь общее наше дело Если мы не безразличны к своим окружающим, близким, друзьям, коллегам И хотим, чтобы и мы сами, и они были здоровыми людьми А мои видео как раз объясняют то Как устроен наш организм Как он функционирует Откуда появляются болезни Как они протекают И что нужно сделать, чтобы эти болезни убрать Предпосылки То есть причины и первопричины этих болезней Ну а на этом все Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям Крепкого здоровья Увидимся в новых видео До свидания